по профилактике правонарушения среди молодежи. Встреча с партийной билетой и кандидатом КАПЧ позвольте мне поздравить вас с ученой коммунистической партии Советского Союза и кандидатом КАПЧА. Будем надеяться, что вы будете достойно вести это высокопочетное звание коммунистов, членой коммунистической партии Советского Союза. Кроме того, была задача поставлена, чтобы из наших кадров, из нашего актива комсомольского и тех, кто, ну, скажем, показывает свои успехи и в производстве, вообще в своей работе, выдвигать молодежь в партии. И, безусловно, вот это движение началось с приходом Николая Федоровича. Марсу Геннадий Анатольевич. Продолжение следует. Прозвольте вас поздравить. Молодежь потянулась в ряды КПСС и в ряды своих партийных, организационных, в тех структурах, где они сегодня работали. Ну, это приятно, что наши ряды, скажем, такие хорошие молодые люди. Это оценицы, в тех порах, где они сегодня работали. И это очень важный, что наши люди, которые они работают в стране. И это очень важный момент. Это действительно уникальнейший человек. Человек слова и человек дела. Скромный, отзывчивый, внимательный, Великий труженик и образец во всем В деле, в слове и в труде Он приехал к нам и говорит Галя, понимаешь, такое дело Меня направляют работать в Тосно Первым секретарем горкома партии Но мне негде проживать Вы согласны меня принять к себе? Ну, за то, чтобы на меня дадут Немножко площади увеличить Ну, будем мы в одной квартирке Я говорю, ну, Коля, конечно, согласна А куда же тебе деваться? Полностью он уже в нашу семью вошел Все одной семьей мы питались вместе Работы было очень много Он приезжал всегда очень уставшим Приезжал поздно, но его на машине привозили К нам домой И утром за ним шофер приезжал Опять увозили в Тосно Давайте пройдем в комнату Николая Федоровича Здесь проживал Николай Федорович Почти 30 лет он прожил с нами Весь порядок, везде Все это он любил И сам он себе вот этот порядок поддерживал Поддерживал Он занимал одну комнату Ну, где-то метров 12 квадратных метров Он занимал одну комнату В этой комнате У него находился шкаф, где висели пенджаки и белые рубашки Стол, где была почта, которую писали постоянно наши жители Тосинского района Журналы партийная жизнь Рабочий стол Вот И Здесь он работал Привозил документов много С собой И с документами работал Порой за полночь За полночь Вот И, конечно Нужно было перечитать все газеты Потому что Все сводки Сводки И его интересовали Совхозные сводки Когда часов 8 уже вечера Иногда с Горкова Вывозил У него постоянно Папка Он мне все время так похлопывал по папке Говорит Вот это почта От населения Мне сейчас часов до двух Ночью надо сидеть И Расписывать инструкторам Вот здесь вот его секретер Здесь тоже были книги Вот все Все книги так были Это его секретер Любимый Вот этот чайник Это ему Это всем депутатам Которые были на сессии Зимняя, по-моему, сессия была Вот Там дарили вот приборы Ну Торшер Это подарили женщины Из его администрации Тостинской администрации На день рождения Пришли Подарили торшер Вот здесь был Его диван На котором он спал Отдыхал Читал Здесь любимое кресло Вот рога Он любил охоту Ходил на охоту И Лесничие Подарили ему с удовольствием На день рождения рога Ружье мы ему тоже подарили И билет охотничий Я ему подарил Выписал Лось прошел Как бы Далеко Когда был загон И он хорошо Выстрелил Как его всегда Говорили Учили Прямо в грудь Лось Упал Вот Это его библиотека Он Покупал ящички Вот эти вот ящики Для книг И всю библиотеку Он собирал уже Будучи работая в Тосно Любил читать Жизел Вот Любил читать Жизнь замечательных людей Вот Теперь любил О полководцах О своих На трудовом фронте Вот полный его иконостас То есть вы можете Сами убедиться в том Сколько наград он получил За свою трудовую деятельность Одна из наиболее значимых Звезда героя Социалистического труда Вот Потом значит У него еще есть Звезда Орден Три ордена Ленина Орден Дружбы народов Он был депутатом Верховного Совета Знаки Всевозможные Отличия Он любил праздники Очень Любил Вот Даже когда пошел На пенсию Первое время Немножечко его Подзабыли А потом Стали приглашать На все праздники Туда В Тосно Пришлют машину За ним Он всегда уезжал В район Очень рано Вот И шествием Со своим районом Проходил По улицам Центральным района Возлагали они цветы Всегда К памятникам Погибшим воинам К вечному огню Часа за два Выходил на улицу Садился на лавочку Там во дворе И ждал Нарядный Весь такой Наглаженный Ах Как годы летят Мы грустим Седину Замечая И так с радостью ехал на эти праздники Вот были праздник города Допустим Или там 9 мая Его все время приглашали На трибуну Он этим был очень счастлив Видный человек Вот Запоминающийся человек Внешне Внешне А когда Вот он говорит Когда Принимает решения Когда Советы Дает рекомендации То проявляется И внутренние Внутренние Качества И ум И видение И человека И проблемы И мы сегодня В этой торжественной основке Хотим Открыть Этот бутыл Ленточку Перерезать Предлагается Николай Федоровичу Федорову Первый Здоровья Какого партия Героя Соцтруда Я думаю Что возражений У нас Не будет Николай Федорович Всегда был Очень Выдержанным Степенным Человеком Единственное Мы Которые Много с ним Лет работали Мы замечали Что если Николай Федорович Что-то не нравится И он считает Что ты где-то там Что-то Не так поступил Всегда была Такая-то Одинца Он сидел И Брова Так Это значит Если он Так делает Значит Лучше Лучше Говорят Не попадаться Под горячую Руку Ему Это значит Субтитры сделал DimaTorzok